еще раз творческий вечер у нас сегодня мы решили так что у нас будет проходить довольно вольном формате беседа ответы на вопросы импровизации александра ну а дальше так что что мы еще придумаем танцы пойдет дальше как пойдет я сейчас включу еще вентиляцию потому что у нас тут много мы все выделяем тепло очень активно а у нас тут здание тёж но все лька вам слово сразу подошу извинения за уставший вид у нас сейчас 15 минут 3 ночи я только второй день здесь но сейчас у нас есть чай хороший у меня уже угостили так что в общем-то же или знаю что начать задавайте вопрос на первый вопрос будет такой как вы пришли к этому как пришел что банально жена году 2002 у нас хабаровске проходила небольшая выставка посвященная дням якутии и у нас там есть магазинчик такой называется город мастеров там арт подвальчик все это и по телевидению показали вот стоит якутская девушка значит и на хамусе исполняет композицию не загорелась на следующий день после передачи выходной там был в субботу не помню в воскресенье значит жену под руку сына старшим то еще маленькие было мы идем этот подвальчик нахожу эту девушку общаюсь с ней вас снимали на хамусе да скажите как вот можно купить это очень сложно и очень дорого дорого понять и растяжима то есть кому-то и 100 рублей дорого кому-то там и на кофе 5 тысяч как бы потратить на ногу если будете заказывать у наших мастеров на прямую значит не менее 10 штук партию то по 10 тысяч каждый что-то дороговато не на этом дело как бы у меня заглохло но я как бы про себя не прекратил и потом как-то в один день показывают нас опять по телевидению мужчину врач психотерапевт и увлекается значит этой темой в органы снимают все это и на ладошке крупным планом значит камера берет в орган я так посмотрел думаю ничего сложного сделаю и начинаю делать в корпус все форму повторил но тогда еще не было знаний значит строение дек в общем все это все вот он лежит а звук вообще никакого помаялся думаю да бог с ним а то значит начинаем искать выход на нанайскую диаспору нашу потому что опять идет по телевидению передача там нас нанайское силосик троицкое и там есть ансамбль несколько бабушек значит играют на в органах выходе на счет на главу диаспоры все это через знакомых ответ такой это у нас мастеров нету как но вот же играют а это как мы у якутов покупаем на этом все то есть капец и после этого проходит значит еще два года в 2004 году нас каждый год это по осени в конце сентября на октябрь так вот где-то четыре дня подряд под выходные подгадывают и идет значит ярмарка такая там товары и продовольственные такие сувениры и съезжается со всего значит региона дальневосточного все национальности и каждая что-то свое представляет но последний день ярмарки опять нас с женой едем на ярмарку посмотреть все это думаю попытаюсь счастья смотрю на найцы значит стенд и к девушке подхожу здрасте здрасте вот у вас вот дедушка сидит выгод с ним пообщайтесь там все дедушка ему уже за 80 такой старик и он из бересты значит тут же на глазах туристы делает посуду всякую я начинаю с ним общаться у нас мастеров нету у меня есть старинный от прадеда еще остался я на нем играю но продать не могу понятно что не делаете он нет я пробовал повторить все копия перед глазами лежит дело у меня не звучит а от прадеда звучит а потом он так молодой человек он видите якутский стенд а там вчера продавали я туда значит подхожу ближай три штуки стоит парень молодой хамусы можно попробовать он так не можно нужно вам какой я не разбираюсь вот он часто ты так и пониже это среднее повыше про тональности попробовал все он попробовал на стул на считала давайте вот это или что с ним делать он есть что объясняет показывает и вот начинаешь насчет дын 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 раз на десятый раз у звук пошел ну-ка еще раз попробовал опять звук звук уже лучше ну так вот и потихонечку и в эту тему я пришел но потом опять случился такой 2004 приобрел и начал мне показал приемы какие-то первоначально якутские все это это примерно до мая месяца с полгода вот это все сам самоучкой осваивал потому что тогда и интернета у меня не было то есть у кого-то что-то перенять посмотреть значит подсказать нас это тишина была полная с этим товарищем которого показали по телевидению я еще не был знаком познакомился с ним позже уже и я насчет до мая месяца все это осваиваю и едем с приятелем сны раньше вместе служили нас на рыбалку ну там на рыбалке как водится естественно уха там все остальное я начну вы олег даже смотри что у меня есть стою на что он это что вы нуждаешь от чукчи там зубах ну давай 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 ну-ка ну-ка я начинаю на 4 якутский стиль показывать он такой классно но я тебя как музыкант спрашивал на как дипломированный музыка это ты мне сейчас что сыграл ну как что ну вот там природу там птички поют там речка камешки там водичка он да это все как хорошо но мне как музыканту это совершенно непонятно и не как музыку можешь сыграть простейшего хотя бы в лесу родилась елочка я такой и повис ну как вот я не знаю вы тогда мне это неинтересно это музыкальный инструмент ну в принципе да музыку играешь нет все он меня этим озадачил мы когда с рыбалки вернулись я наверное недели две размышлял что делать с хамусом как к нему к этому прийти и потом в один прекрасный момент меня как знаете как у архимеда еврика то есть стукнуло и я разработал свою технику игры которая построена в принципе на дыхание только носом на закрытом дыхании на этой технике можно играть принципе любую мелодию какую захотите на обертонах вплоть до классики я потом когда познакомился уже с николаем с придурочем шишигин и царство ему небесное замечательный человек было для меня это было большой трагедией когда он ушел потому что наверно один из самых таких друзей якутских у меня был самый большой который принципе меня и продвигал везде и благодаря ему я вот имею якутское имя меня посвятили в якуты то есть полностью провели шаманский обряд приезжали хабаровск но не правда проездом были но когда узнали что живу хабаровске них в якутии есть такой ансамбль татта там в основном одни женщины причем в таком возрасте и среди них есть шаманка потомственные и они вызывали меня в представительство якутское хабаровске и провели обряд это как в одиннадцатом году когда я вернулся с фестиваля они в сентябре месяце меня в якуты посвятили а после уже николай спиридонович дал мне имя как узкая хабарай ус то есть состоит она из двух якутских слов хабар ловкий умелый ай творец ну и плюс к этому они еще подгадали что из хабаровска то есть он сам не позвонил где тот мы тебе тут значит там собрались патриархи там чемчоев мальцев потапов бурцев готовцев были моды теперь тебе посвящен носи с гордостью вас можно назвать якутским можно назвать якутским мастером да то есть я начинал изготавливать сам сделал копию 100 хомуса что у меня потихоньку этим занимался потом познакомился с доктором психотерапевтом он тоже на варганах такой повернутый он тоже меня к этому делаю что-то подтолкнул к нему сказал что делал попытки первой то есть я хочу продолжить давай 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 продолжает все нормально будет и благодаря этому я наверное ты начал это делать потом уже после знакомства с николаем спиридоновичем они были вместе с братом со спиридоном спиридоновичем шишигиным и с ними был михаил мальцев они были проездом через хабаровск летели в японию но также остановились за случилось после того как я сделал подарок в десятом году было черепаха у меня был хомус в виде черепахи то есть камушками украшен можно посмотреть на сайте и пускал музея там есть это черепаха выставлены и после этого они когда побывали познакомились с ними они посоветовали инакенте никичу готовцеву он тоже ехал хабаровск и ему значит николай спиридонович говорит дал мой телефон будет обязательно встретиться ну как бы перспективный человек и вот готовцев был у меня дома и буквально не на пальцах в течение секунд 15-20 объяснил что нужно сделать чтобы исправить то что я уже делал то есть лучшую сторону ну я к его значит предложению добавил немножко свое и на что он ответил он как посмотрел на мою схему то что я нарисовал что я могу это сделать вот об этом я думал всегда и об этом мечтал но делать не возьмусь потому что это очень трудонемко схема заключается в просто отличается сейчас нарисовать сейчас у меня в работе там если кто на мою страницу заходил там последнего фотографии я собираю композитный лук трехслойный то есть там рог горного барана в середине значит дубовая значит планка вставлена из дуба ну да и сверху запись на сухожилие просто уже кожа все обтянуто осталось только свить хорошую тетиву и все и я когда его собрал он у меня по усилию был всего 4 килограмма как бы даже ниже детского но по мере высыхания я вот уже перед отъездом замерял показал 22 килограмма на вытяжке это 50 это очень хорошая показать не знаю но в планах я уже нашел в интернете снова еще два рога таких больших то есть они уже в посылочке едут в планах сделать еще более сильную но я сам нарисую стандартной схемы за . когда он берется допустим у готовцева на критике ничего него схема немножко другая то есть у него лучше покрупнее рисовать это можете с той стороны стать надо на вопрос это попробуем все готовься вот такая вот схема на учебу основе внутри да язычок загоняет воздух у вас получается при ударе из повыть зона повышенного давления за ним идет естественно заражение сюда потом влетает еще дополнительная порция воздуха но вот на этих вот вещах. То есть у вас сразу идет распределение всего потока. Он по декам скользнет какая-то часть. Погасится на верхнем небе, пройдя мягкие ткани. Даже если от кости отразится, она назад снова пойдет через мягкую ткань. И снова будет погашение. Здесь внизу сразу погасится весь звук. Останется небольшая струя звуковая, которая будет идти перед язычком. То есть вот на этих варганах, если вы не будете дышать, ртом сквозь варган, звук будет очень слабый. То есть как бы вы ни старались, у него не дают. У Готовцева, то есть у него вот эта схема, она патентована. Он мне сразу сказал тогда, у меня, говорит, ну это патент есть, я, говорит, тебе разрешаю, делай. Я говорю, Владимир Никитич, это же фрезой делать он, да. У меня фрезерный станок, даже если и будет, его поставить некуда. Я никак. Я ему сразу нарисовал схему, вот такая вот. То есть внутренняя поверхность сделана круглым напильником. То есть получается два полукруга. Острие здесь, как у бритвы заточка. Вот при схеме Готовцева, у него тоже есть некоторые потери в потоке. Потому что когда сюда врывается струя, у него расходится вот сюда, какая-то часть отражается и опять убегает по мягким тканям. Но здесь у него поток остается шире, чем здесь, на этом, на этой схеме. Поэтому эти хамусы, даже сами якутские мастера признают, да, говорят, на пеньке пищи, твои хамусы хорошо звучат, громко, мощно. Но, как бы, нестандартная, не якутская, то есть форма, и, как бы, нам это не нравится. Они, ну, как бы, не признают его особо. Своя мафия. Да, там есть такой момент. Вот на этих вот заточках, я просто вспомнил уроки физики в школе, у нас тогда была тема по звуку, это шестой класс, по-моему. У нас преподаватель заболел, и нам прислали с полиотехнического института, с физмата, дядечку, значит, он очень хорошо вел уроки, и на теме звука он рассказал одну интересную деталь. Он, когда был в Ленинграде, ну, в советское время, в Исааковском соборе, он говорит, вот круглый зал, да, если, говорит, даже два собеседника встают, вот друг против друга по диаметру, да, если, говорит, в полный голос что-то пытаться разговаривать, друг друга не слышно, потому что звук поднимается вверх под купол, можно, говорит, кричать, там бесполезно, многое стоит повернуться к стене, и шепотом что-то сказать, и собеседник услышит, и вам также шепотом может ответить, и будете друг друга слушать. То есть звук идет по кругу, то есть вы можете запустить этот поток. Так вот, в данном случае, здесь идет поток вот так вот уходит, но какая-то часть распределяется по кругу, и начинает вращение вот такое, и здесь. Вот на этой схеме нет потери в потоке звуковом, ни грамма. У вас не уходит ни верхняя мелба, ни вниз сюда, ничего. У вас полная звуковая струя идет. Вот эта схема самая громкая. На ней можно играть даже без усилителя. Если хорошая акустика в зале, то очень хорошо слышно. То есть никаких потерь. И поэтому я когда в 2010 году, вот я начал только делать, после знакомства с Никитичем, я сделал свои первые инструменты. Я когда самый первый только сделал, я просто был поражен звучанием. Потом он, естественно, был продан. Продал я его, у нас была выставка. Мы приезжали с Бурятии, с Ольхона, с камнями, со всеми такими вещами. Уральский самоцвет под общим названием. И я там покупал камни у одного дядечки, и ему предложил хамус свой, самый первый. У него футляр я делал из пальмового дерева, полировал. Тогда еще типа коробочки делал, старые футляры. И буквально недавно мне, ну может месяца два-три назад, значит, ВКонтакте письмо и фотографию этого хамуса, и спрашивает человек, вот извините, говорит, это ваша работа? Я, говорит, купил на Ольхоне. То есть прошло много лет. То есть он был продан, наверное, лет восемь назад. Вот он все время лежал на Ольхоне. И мне, говорит, интересно, ну как бы, что это, что он может сказать. Я говорю, вам повезло. Это моя самая лучшая первая работа. Я тогда еще не отстраивал их, у меня не было тюнера. Но когда у меня появился тюнер, я его проверил, он оказался точно в ноте до настроя. То есть на слух он получился вот именно там. Я говорю, вам просто повезло. Он говорит, это недорого, он его купил за 11 тысяч. Говорит, это подарок судьбы. По сути, говорит, вам просто повезло. Он такой довольный оказался. Вот он мне писал спасибо. Так что вот такую схему я вот придумал, делал. В 10-м году я сделал. Потом в 11-м, я когда уже ехал на фестиваль в Якутск, я уже с собой вез, ну, порядка, наверное, 20, чуть с небольшим, хамусов. И первым делом я их показал готовцеву. Он их все опробовал. Единственное, что он мне сказал, говорит, это высший пилотаж. Все. Александр говорит, мне больше тебе нечего сказать. Ну, так вот я пришел вот в это вот, в орган, так сказать. 20 лет уже, я так понимаю. Безмало 20 лет, понимаете? Нет. Я с 2004-го начал учиться играть. То есть вот 17 лет я играю, в принципе. Ну, как 17 лет, даже, скажем так, что полгода я учил якутскую, якутский стиль игры. Подражание животным, да? Я на нем, как бы, мне он не интересен, если честно говорить. Потому что ничего нового я в нем не вижу. Я язычок затачиваю, ну, скажем так, градусов под 70, наверное. Более тупой звук делаете? В этом есть какой-то смысл именно в плане звука по вашему? Да, наверное, нету в этом смысла. Или это просто ударно-технологический? Да, он удобнее просто делает, но у меня звук не теряется за счет остроты дек. То есть у этих язычок... Если такой же язычок сделать вот на первой схеме, вообще звука не будет. Поэтому там приходится, то есть за то, что у вас тупые деки практически, вам нужно сделать очень острый язык. Котовцев мне говорит, что и деки, и язык должен быть как бритва в идеале. Тогда даст хороший звук. То есть чем острее угол там и там, тем по идее лучше. Да, по идее лучше. Но я обычно слишком острый вот язык не затачиваю. То есть у меня получается примерно, если брать вот трапецию, градусов под 70, да, но с обратной стороны оно на глаз не видно, но есть вот такая вот подточка. Когда я погравниваю заусенцы, то есть я уже беру какой-то для хонингования брусочек алмазный и уже им все заусенцы, то есть там они достаточно острые вполне. Единственное, здесь требуется более точное выставление язычка между дек. Потому что любой инструмент, даже вот мои личные, при ударе все равно идет смещение. Как бы мы ни старались, ну любой инструмент, даже струнный, все расстраиваются, даже клавишные требуют настройки. Язычок смещается чуть ниже дек уходит постоянно. Я делаю так вот иногда, когда чувствую, что по звуку чуть-чуть не то, вот так вот пальцем раз, делаю и все. Если недостаточно этого, я делаю еще разочек, но специально оттягивать не советую. То есть легкое движение, все, этого достаточно. Можно все-таки послушать, как звучит? Послушай. КОНЕЦ КОНЕЦ Оно самое. Есть забавные случаи были. Это когда я начал играть, елочку учить, разучивать. У нас на работе охрана и один из охранников, бывший военный, ракетных войск. Он мне говорит, Александр, у меня уши только под грохот ракет заточены. Хотя, говорит, как бы слух есть музыкальный, но я как-то елочку тут играю, 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 играю. Закончил, он так стоит. Александр говорит, елочку играл? Я говорю, да. Да, говорит, даже я, говорит, услыхал. Меня это так воодушевило, что здорово, если уж ракетчик услыхал, то думаю, другие тоже будут слышать. Ну, хотя, вот, приятелю, который меня на это все сподвиг, сколько ни играл, он не услыхал. То есть, ну, я говорю, а что ты слышишь? Ну, вот дын-дын слышал, бурдоновый тон от удара вот по язычку. Он будет все время, вот тут у меня в ноте до, он всегда будет до давать, вот сколько бы ни старался. То есть, все, что уже выше, это нужно уже работать на обертонах, на нотах, вот это все вытаскивать. На обертонах, потому что, да. Причем, когда был жив Николай Спиридонович, мы с ним несколько раз в Хабаровске приезжали, всегда встречались, дома у меня был. Вот, и мы с ним на эту тему как-то разговаривали, он мне даже подарил журнал, он у них в Якутии выходит, ну, такой цветной, то есть там что-то на якутском языке, что-то на русском. И там была статья с Аленой Подлужной, тоже на русском языке, и тоже там задавали ей вопрос, значит, корреспонденты, ну, можно ли, допустим, на хамусе исполнять мелодии, какие-то классику там, то, вот. Значит, ответ был, я насколько сейчас помню, что в принципе можно, но играть на закрытом дыхании. То есть на закрытом дыхании, когда дышишь только носом, в этот момент можно из варгана вытащить наибольшее количество абертонов. Настолько большое, что даже просто, ну, не верится. Я могу даже сказать, что у нас все зависит от движения языка, да, то есть за счет движения языка вы либо увеличиваете объем полосы рта, либо уменьшаете. Язык у человека, движется, тоже можно взять перед зеркалом попробовать, ну, от основания зубов, и самый маленький будет, и убирая его в гортань, то есть примерно миллиметров от 20, ну, до 35 максимум, то есть небольшой расстояние на самом деле. Ну, возьмем, допустим, за среднее, там, 30 миллиметров, да, там, кого-то плюс-минус. Так вот, движение языка на один миллиметр дает разницу по высоте, либо ниже, либо выше. Движение на одну десятую миллиметра делает то же самое. То есть в итоге вы будете иметь уже 300 разных нот, включая полутона, тона, то есть все как положено. Но замечу больше, что движение на одну сотую миллиметра, вот чуть языком шевельнули, и если слух хороший, вы услышите, что у вас тон немножко изменился. В итоге мы получаем примерно, ну, 3000 тонн. То есть Николай Спиридонович со мной был вполне на эту тему согласен, он говорит, да, говорит, хамус намного богаче любого фортепианостка, даже самого большого. То есть богаче вот по тональностям, по абертонам, по нотам, хамус в орган, ничто не переплюнет. Потому что вот за счет вот того, что даже просто языком чуть шевельнуть, и все, и у вас тонн меняется моментально. А если открыть гортань, что это куда-то девается? И когда гортань открываешь и играешь на хамусе, тоже достаточно богатый звук. Но мы тогда теряем абертоны? Нет, не потеряете. Вся схема вот этой игры на закрытом дыхании построена на трех приемах якутской игры. Это жаворонок, клёк от гуся, то есть когда вы касаетесь кончиками языка неба, да, но касаться не обязательно. Главное, чтобы язык находился вот в этом положении в среднем. И плюс прием колокол, когда вот вы в гортане, то есть язык убираете, в гортане звук можно создавать двумя. То есть колокол, можно дышать носом, а можно сделать задержку дыхания. То есть так и будет называться звук на задержке дыхания. То есть они немножко отличаются друг от друга. Но и там, и там можно набрать несколько абертонов. Правда, задержки дыхания будет чуть меньше. Когда будете дышать на приеме колокол, абертонов будет немножко больше. Примерно там, если в ноты переводить, примерно нот пять, можно даже шесть уже набрать. А можно, например, колокол, это как сказать? Колокол. Вот первый у меня был, я задержал дыхание. Второй я начал дышать через нос. То есть они разные по звуку идут. На задержке будет примерно... Мне больше нравится, когда все-таки дышишь. Он более чистый идет на звук. Ну, он больше естественен тоже, когда идет дыхание ровное, да? Ритм какой-то внутренний... Плюс здесь можно варьировать, когда дышишь, можно немножко дыхание замедлить, и у вас поток будет вот здесь вот стоять. Постоянно. Причем, вот сам язычок, он как бы роль насоса исполняет. То есть он гидал туда, назад. Если туда он, то и назад он также перед собой... То есть идет увеличение давления, за ним идет разряжение, и он пытается из вас, вот то, что у вас загнал, поток звуковой, он пытается из вас его вытащить, и у вас во рту поток вот так вот туда-сюда гуляет. Ваше дело только с ним работать. На ваш взгляд, на какой ноте, или все ноты могут так вот достаточно варьировать по этим абертонам, или все-таки какая-то нота, она в этом плане более доминирует? Многие... Знаете, я, допустим, высоконастроенный, ну типа соль, они менее богаты, потому что он уже высоконастроенный, а вам, чтобы еще выше, допустим, вам нужно еще больше уменьшать объем полости рта. Вы этого не сможете сделать. Вот какая она, скажем так, вот для среднего... Ну, для меня, допустим, предпочтительный вот нот отду. Да. Но это для меня, потому что я даже, когда для себя, если пою, я пою примерно в тональности где-то ре до диез, вот так вот. То есть мне вот как-то, ну, спокойно, не напрягаясь. Может быть, правильно подбирать варган, но всегда вот, как выбрать варган. Может, сначала надо понапевать что-нибудь такое? Те-де-де-де-де-де-де-де-де... И взять последнее. Смотреть на ченнере, что это? Да, да. В этом регистре искать, конечно. Джош, естественно. Это будет самый оптимальный вариант, если просто немножко напеть, но есть некоторые поют надрываясь там, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Нет, спокойно, грудной голос, то есть, да, не надрываясь. И вот то, что вам тюмер покажет, это будет именно ваша тональность. Если вы этой тональности подберете варган, будет самый оптимальный вариант. Александр, по поводу язычка, мне технический момент, технический интересует, достаточно серьезно, что же пробую делать. Термообработка, вы сами ее делаете, или это какие-то стандартные готовые уже вещи? Никакой термообработки я не делаю. Я беру просто ножовку по дереву и распускаю ее. Все. Вся термообработка, это вот, когда загибаешь коленца, то есть, отпускаешь металл. Ну, в основном все дело вот как? Вот он сделал, и сразу под пламенем гнет тут же ноготовым. Нет, у меня немножко по-другому. У меня язычок вставляется по-другому. Потому что из-за вот особенностей дек, что они настолько острые, если забивать как стандартно, вот сзади язычок загоняют, просто я испорчу деки, и ничего хорошего не будет. Поэтому у меня язычок вставляется вот отсюда. Наоборот, загоняется. И это более аккуратная постановка. И уже окончательная, то есть, подстройка идет уже на готовом, собранном. Я изначально сразу его загибаю, чтобы потом не портить. Вот. Сразу на тюнере пробуешь, что он тебе показывает. Там плюс-минус уже, и можно достроить там. Ну, понизить можно там даже на пять томов можно уйти. Наверх невозможно там. Наверх можно уйти, ну, максимум на тонн, на полтона, не больше. Поэтому изначально нужно его выстроить, как тебе хотелось бы. А как вы его настраиваете язычок? А? Как вы его настраиваете язычок по высоте? Настраивается язычок достаточно просто. То есть, зависит от того, что вам нужно повысить. Значит, вы убираете вес с колечка, с колена здесь. Если нужно ввысь поднять. Но я говорю, колечко маленькое, значит, здесь вы можете только на полтона работать. На тонн, если вы изначально сделали очень большое, крупное кольцо, тогда можно там откусывать его. Если вам нужно понижать, то подточка идет вот в этом месте, в месте перегиба. То есть, вы начинаете уже стачивать, убирать металл, чтобы он стал нежнее и мягче, и он становится ниже по тональности. Вот так вот. Единственное, у меня термообработка, как говорите, вот если это тройник, и нужно сделать вырезку, вот здесь у меня идет отпуск металла по кольцу. Полностью. То есть, для того, чтобы его вырезать. Потому что, если Николай Борсов из Якутии, он это делает с помощью лазера, но у меня доступа к таким технологиям нету. И я работаю так же, как работал Иван Колодезников, лобзиком юмилерным. Это достаточно трудоемко. Но когда Николай Колодец, извините, теперь бы не был лазером, он тоже, собственно, работал так же, наверное. Я просто с ним общался, они с отцом все это делали, начинали еще по полторых точек. Ну, начинали, да, но сейчас-то у него, смотрю, лазерная вырезка, то есть там вообще не подкопаешься. И такие мелочи, что руками не сделаешь. А мне просто в руки, через Николая Спиридоновича, он тоже как-то был в Хабаровске, и были они тоже сколько-то лет в Якутии, приезжали с выступой на три дня. И так получилось, он приехал, у меня якутский стенд с хамусами, а он один на стенде. То есть обычно там заехали по два, по три человека, то есть можно отойти куда-то, что-то. А он приехал один и звонит, говорит, Александр, так и так, я в Хабаровске. Ну, я после работы к нему подъехал. Вот, говорит, у нас тут выставка будет, три дня, значит, в пятницу, субботу, воскресенье, в художественном музее. Ты мне, говорит, сможешь помочь? Я говорю, ну, в пятницу могу только с обеда проситься, а субботу, воскресенье, пожалуйста. Ну, и все, я с ним так вот и пробыл два с половиной дня. Он уже до того, так, ну, мне, говорит, там, отойти туда, посмотреть. Ты, говорит, у нас, как этот, нештатный сотрудник, вот стой, рассказывай, все, там люди подходят. Я, говорит, тебе доверяю. И вот я там стоял, показывал, рассказывал, играл. Вот так вот как-то. Александр, вы в своих моделях много используете трехточечные крепления, много копий словно, что называется, но по вашему преимуществу все-таки, потому что это достаточно трудоемкий процесс, особенно, если вы ругами все делаете, несравнимый с обычным язычком. В чем прелесть? Зачем? В чем? Вы знаете, прелесть, наверное, просто в эстетике. Хотя, в принципе, по звуку я вот могу отличить. Здесь звук распространяется, то есть он дает сразу резонанс на весь корпус. За счет вот дополнительного крепления корпус резонирует по-другому, чем одинарный. И здесь более даже можно длительный сустейн сделать. Хотя, можно даже на обычном в органе немножко увеличить. Есть у якутов прием, когда начинаешь, и вот верхняя губа чуть-чуть отрывается от деки, там буквально зазор микронный, но главное, чтобы туда попал дополнительный воздух, этот зазор. И вот этот воздух продлит звучание вот этого звука, что у вас уже там создался внутри. Есть такое. Они об этом мало кому рассказывают. Но вы на все тайны сейчас находите. То есть глобально сказать, что прям это кардинальное влияние на звук, такого нет? Ну, особо нет, наверное. Особо нет. Ехал в метро, и вы гляньте новостей. Вот сюда, когда ехал, попалось интервью Спиридона Шишигина, его француженка какая-то тоже сидела, задавали то, что называется провокационный вопрос. А имеет ли хамус какое-то целительное значение для человека? Можно ли с помощью игры на хамусе вылечить, скажем, может быть, какие-то болезни там или еще можно? Вот на ваш взгляд, это миф или... Ну, на мой взгляд, я скажу, я по себе, знаю, что хамус помогает избавиться от гланд и от ангины. Это я на себе испытал. Я когда покупал первый свой хамус якутский, мне парень он сказал, если у вас, говорит, ангина, гланды, через полгода вы как-то не забудете. Так оно и случилось. Спиридон как раз говорил, что там кому-то это помогло, кому-то зачет ребенка. Есть у них даже такая практика, они некоторые болезни глаз назначают хамусотерапию. Все-таки хамусотерапия, это реально что-то. Реально, потому что можно сделать хамус. У меня иногда получались, как бы не специально, но сейчас я могу и специально сделать такой хамус. Когда играешь, в глазах вот так вот все прыгает, даже если особенно смотреть на электронные часы, что-то, они вот так вот плывут. То есть зрачки гуляют там. Для очкариков это прям тема. Я не знаю, помогает это избавиться от очков, я не скажу. Я так сразу. Но знаю то, что я с Николаем Спиридоншим разговаривал, он мне сам говорил, у нас некоторые врачи, офтальмологи, они назначают там, не при всех болезнях, но при каких-то определенных есть такое назначают. По-любому это частота, по-любому это вибрация. Да, скорее всего. С помощью вибрации как-то можно настроить тело на определенную работу. Можно, я думаю, да. Потому что мы все выделяем частоту, даже когда разговариваем определенную вибрацию. А если хумус еще в этом помогает? Да. У каждого человека свой неповторимый тембр. А как относитесь-ка к вот этому течению 432 Гц? Потому что многие считают, что это там особенное целительное, так сказать, я бы не сказал, что это, наверное, особенно целительное, потому что, насколько я вот интересовался этим вопросом, ну, просто раньше все инструменты строили вот в такой частоте. Но потом наступил какой-то момент, что вот перестроили на 440, и там даже какие-то типа борьбы между ними происходило, между музыкантами. но в итоге все-таки вот остановились на 440. А 432 я, пожалуйста, ну, у меня вот этот настроен. Просто, ну, может приятнее для слуха, ну, каждому это свое, у каждого свой вкус. Вот. Я настраиваю такие вещи, ну, по просьбе. То есть, если просят, я настрою, а если нет, как бы, я не делаю специально такую настройку. барочная темперация была, то есть, как раз вот в эпоху барокра вот, по схеме 432 распространена была настройка. как бы, здесь, мне вот кажется, нет ли в этом какой-то тоски по золотому веку, что ли? Да, когда прошлому, да, таким элементом прошлого в лице 432 Герц придается какой-то вот такой сакрализации или мифологизации. Может быть, вполне-вполне. запросто. Ну, а как вообще к мифам вокруг баргана относитесь? Там, знаете, там есть дождь, кто-то дождь вызывает, кто-то, значит, еще что-то там на погоду влияет. Знаете, я не знаю, но скажу, у меня приятель, я когда работал еще, значит, приехала к нам выставка «Уральские самоцветы», и он у меня увидел тут хамус и все это ему загорелось. Я говорю, ну, поехали, он, выставка приехала сейчас. Я его, значит, свозил, и он купил себе алтайца Поткина, значит. Ну, все, я ему показал, как это, там, звук извлекать. А он такой рыбак заядлый. И как-то, ну, прошло какое-то время, и он приезжает, ты знаешь, говорит, ездили на рыбалку, а он живет у нас, ну, не в самом городе, а там, поселок недалеко от города. Они, значит, своими ребятами поехали. Поехали туда, в Нанайский район, значит, там, где хорошо ловится все это, рыба. Я, говорит, спиннинги закинули, ну, нету, нету, нету рыбы, ну, не плюет ничего. Я, говорит, что-то скучно стало. сел, давай, это, дринь, дринь, дринь на варгане. Смотрю, эти начали таскать рыбу. Поперло. Ага. Я, говорит, бросаю варган за спиннинг, все, рыба кончилась. Я, говорит, опять, сел, нету, нету, я, сажусь, опять начинаю, дринь, 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 опять они таскают. Я, говорит, опять за свой спиннинг, рыбы нету. Я, говорит, слышишь, ты, сиди, играем, мы, до тебя наловим. Ты, главное, играй. И все. Ну, вот так, я, сидел, играл, не ловили. Ну, вот, то, что мне сказали. Если бить по язычку 40 ударов в минуту, то можно спить детей. Это проверенная в практике вещь. Особенно не послушна. Да и... То есть можно, в принципе, выйти в магазин для рыбаков, предлагать. Ну, наверное, можно. А вот камни, на ваших хамусах, или правильно, варганах, я не знаю, как-то... Да, можно и так, и так, то есть... Вы отличаетесь, ярко выражены тем, что на ваших хамусах очень здорово украшены камнями. Это, вот, под каждую ноту какой-то определенный камень? вот, какой камень есть, такой есть, да. Ну, бывает, что заказывают определенный какой-то послай. Потому что, ведь камень тоже уделяет чистоту, наверное, как-то... Да. Есть какое-то соотношение, например, вот, к варгану, к молоте, например, более тяжелый звук, какой-то определенный камень. Знаете, я с этим, как бы, специально не интересовался, какой камень, куда подходит. Просто, вот, есть камушек, вот, мне захотелось такой поставить на этот, я ставлю. От души. Да, от души просто. Бывают, люди заказывают, специально просто, вот, мне вот такой бы хотелось. Если есть у нас, я могу его приобрести, значит, ставлю. Если нет, я пишу, нету. Бывает, сами присылают камень, пожалуйста, ставлю. Вот у меня, вот Максим Томонов, наверное, знаете, да, в Селебинске. фанат ваших инструментов. Ага. Вот он мне как-то один раз присылал набор камушков, чтобы я для него ставил, это несколько назад. Я ему все сделал, отправил, значит, постепенно, он постепенно заказывает. Он мне еще такую коробочку, уже побольше прислал камушков, вот у меня сейчас еще лежат они. Потихоньку он мне заказывает, там, какие камни остались, ему фотографию отсылай, он мне, ага, вот это, вот это, вот это поставь. Все делаешь там. Там уж он сам дизайн делает, рисует все это. Я как встретил Максима Томонову на каком-то фестивале, не помню, он Богатырева делал, сидит молодой человек, я никого не знал, там, прихожу, он со слаганом, я поинтересовался, сейчас, доставят чемодан, такой сундук, и все команды, и все, и весь сундук был, вот такими инструментами вашими, Дубровскому, я играю только на Дубровском. Ну, не знаю, я вот, вот, то есть, яркий, яркий посчитатель вашего, вашего инструмента. Александр, сыграйте нам что-нибудь. Ну, давайте так вот, сейчас попробую это сыграть. На работе сижу, значит, времени свободного было много, хоть и автослесарев, потому что работал на предприятии, сидел на окладе, то есть, зарплата не зависела от количества автомобилей, поэтому старался сделать машину, отремонтировать так, чтобы я ее больше не видел, желательно как минимум год, чтобы, ну, времени свободного, а зарплата та же. Вот, и поэтому сижу, играю, значит, и приезжает один наш водитель, там у нас рядом склад был, складку дощуков привез, все, высадил, заходит, садится, что делаешь? Я говорю, ну, вот играю, ну, сыграй мне, я говорю, а что тебе сыграть? А что ты можешь? Ну, я так, начиная от Дима Советского Союза, ну, так, ну, и прощанием славянки заканчивая, он, о, прощание славянки. О, Субтитры сделал DimaTorzok отыграл, говорю, ну, как, понравилось. Он на меня смотрит, так, бровень морщит, ну, что-то, говорит, это, не понял, не похоже. Я говорю, ну, может, я, говорю, темп вот в соке сделал? Я говорю, могу помедленнее. Я ему, Помедленнее отыграл опять, говорю, ну как? Он, не, говорит, не славянка. Я, ну как не славянка? Славянка вроде? Он, да нет, не похоже. Я начинаю сам сомневаться, потому что есть еще марш, называется, прощание с Родиной. И вот там, перед третьей частью, значит, есть проигрыш. Они одинаковые, что на славянке, что там. И легко, если в голове не удержишь одну мелодию, совместишь две. Можно начать с одной, закончишь с другой. Я думаю, может, у меня так получилось. Говорю, слушай, я не буду спорить, может быть, не славянка. Говорю, вот есть еще такая вещь. Но ты мне просто голосом там напой, налялякай, насвиси, ну как-нибудь обозначь, а я повторю. Он мне, ну как я тебе, говорит, напою, если я ее не знаю. Понимаете? Так что, и было такое, надо. Причем, когда в девятьсеном году я сделал черепаху, у меня три штуки сделал. До этого была еще одна полностью из латуни. И поставил там девять камушков у него, значит, панцири. И камушки обычной фианиты. Ну, они беленькие, похожи на алмазики. И у меня один парень заказывал инструмент. Сперва заказал обычный такой. Нашел меня. Говорит, Танисан, беда, сломали инструмент. Говорю, как? Ну, товарищ попросил, дай поиграть. Я ему дал. А у него дочка там пять лет. Говорит, язычок, ну, и все, и нету. Я ему, значит, сделал еще один, значит, ремонтировал все. И потом он как-то заехал, говорит, то ли потерял он, то ли что. Ну, а есть что-нибудь, я говорю. Ну, вот черепаха есть. Латунную посмотрел. Она красива, все. Он, все, беру. Без проблем. Забрал. Буквально через неделю. Александр говорит, у меня ее украли. То есть разбили стекло. В машине оставил бардачки. Разбили стекло. Украли черепаху. А он, когда у меня приобретал с ним еще один был приятель, который смотрел. И он типа так, у, что, алмазы, что ли? Я говорю, какие алмазы? Просто фианит он там рублей 10, что ли, камушек стоит простенький. Ну, короче, его, видать, не поверили. Подумали, алмазы, черепаху украли. И после этого я сделал уже три стальных черепахи. Тоже с камушками. Там с красными камнями были. Такие желтенькие, зелененькие такие. И вот одну черепаху я вот... Она сейчас в музее. В принципе, на сайте можно глянуть. Есть она там. Я решил переедать в музей. Пришел в якутское представительство. Ну, уже с ними был знаком. Еще на ночь в музее познакомились. Там с приятелем играли. И на этот звук хамуса подходят две женщины. Ой, говорит, смотрим, что-то родные звуки. Это вы кто? Русские ребята. Да вы что на хамусах играете? Ну, и все. А я вот представитель, там, заместитель представителя, значит, якутского. Ну, и познакомились. И вот я к ней как-то пришел. Я еще говорю, так и так. Хочу сделать вот подарок в музей. И все, я говорю, узнай. У нас просто так нельзя. Узнали, все. Звонят мне. Говорят, приходите. Мы, говорит, телевидение вызовем. Все это. Там надо... Ну, там музей просто так не отдашь. Там надо акции составлять. Все это. Там паспорт и данные, чтобы потом не было проблем никаких. Ну, естественно, там они на телевидении все снимают. Ну, и я на «Черепахе» начинаю просто, ну, как бы, показать, что она звучит. Начинаю играть мелодию. И я на «Черепахе» начинаю просто, ну, как бы, показать, что она звучит. «Черепахе»? Да? «Черепахе»? «Черепахе»? Она говорит, у меня, говорит, нет музыкального образования. Ну, слушает, есть. Я слышу, играете, землянку, звучит. Но я, говорит, могу поверить, потому что я вижу, что инструменты непонятны. Там что-то такое железное. Говорит, как вы это делаете? Ну, и потом объясняла уже после камеры все это. Так съемка завершилась, как это все происходит. И с такой же вот землянкой был еще один курьезный случай. Но это уже в Комсомольске. У меня там сестра старшая живет. И живет мой друг. Детство. Учились в одной школе там рядом дворы. Он там главным художником города. Игорь Горобовский такой есть. И мы с ним, как бывая в Комсомольске, всегда встречаемся. У него галерея своя небольшая. Там картины все это, разные подъелки выставляются. Галерея отдельно директор, то есть женщина. И вот, когда я первый раз там был, познакомились все это. Ну, и где-то на второй или третий приезд мы сидим, значит, с Игорем. Там при галереи небольшая мастерская. Мы там общаемся. Заходит директор. Александр, вы не торопитесь. В принципе, нет, а что? Сейчас, говорит, телевидение приедет. Зачем? Я говорю, ну, как зачем? Вас в Комсомольске показывали. Мы хотим, чтобы еще и Комсомольске показали. Ну, куда деваться? Не брочишь, не скажешь же. Сейчас не хочу. Ну, ладно, приезжает, значит, корреспондент, оператор. А у директора, значит, в гостях была тоже одна женщина. Она тоже меня знакомила. Она, значит, преподаватель музыки в Комсомольском, значит, училище музыкальном. И получилось так, значит, там самый большой зальчик у них. Значит, стол поставили, стул туда, значит, стул мне, стул, значит, корреспонденту. Оператор встал. И там вдоль стены есть ряд стульев. И эта женщина туда за спину оператора ушла, села, сидит, слушает. Ну, естественно, вопросы, ответы там, что, как, почему. В конечном итоге, ну, сыграйте что-нибудь. Я говорю, а что вам сыграть? Мы говорим, конкретно скажите. Она, ну, что-нибудь. Ну, обычно так, ну, учтите, так палец кверху. У меня музыкальное образование. Класс фортепианного. У меня идеальный слух. У меня, говорю, вот эта фраза у меня всегда выбивает. Мне в голове, ну, как бы мелодия там десяток-два держится. Но тут у меня все теряется. Ничего сыграть. Идеальный слух у человека. А я вот с этой железкой. И сидел, сидел. И у меня опять эта землянка. Я начинаю землянку играть. Только темп немножко высокий. Отыграл. Говорю, ну, что скажете? Она не поняла, а что это было? А я так краем глаза смотрю, там, значит, учитель музыки начинает улыбаться. Я говорю, ну, в общем-то, ну, немножко темп. Сам понимаю, что высоковато взял. Волнуюсь. Говорю, я могу помедленнее. Давайте помедленнее. Я начинаю помедленнее, отыгрываю. Я говорю, узнали? Она. Нет. Я говорю, ну, как не узнали? Ну, в принципе, известная мелодия. Хотите он голосом напоиллиона? Давайте. Я начинаю. Л-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла. Л-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла. Преподаватель уже сидит, улыбается конкретно. Это. Нет. Что-то не узнаю. Я. Ну, в принципе, известная песня. Давайте со словами Я начинаю Бьется в тесной печерке Огонь на поленьях смола Как слеза Ответ меня просто убивает Предупреждать же надо Мне хотелось сказать У вас же идеальный слух Как вы не услыхали Люди без слуха У меня нет безобразования Слух какой-никакой есть Пожалуйста, я слышу А тут идеальный слух и ноль И я понимаю, что просто есть некоторые музыканты Да, диплом, пожалуйста, но играют глазами То есть людей научили читать значки Вот вижу значок, понимаешь, что вот это Нота такая-то, нота здесь вот на клавише вот она Там все расписано в партитуре В какой октаве все это делается Интервалы Все, пожалуйста, бери и играй Закрываешь, повтори И человек зависает У него нет слуха А играть умеет, пожалуйста Имитирует Есть такие Не один раз слышал И такие истории, что профессиональные музыканты Они в принципе не воспринимают Тибертонные моменты, которые мы в органе исполняем Они в принципе их не слышали Тоже у них там какой-то определенный подход К слушанию музыки Основные на партитурах Может быть Я один раз слышал такое Может быть и такой вариант быть Ты говорил Николай на своих встречах У меня вот приятель, который меня на эту тему подвигнул На рыбалке Что ты мне вот сыграй Научись Я потом ему эту елочку гонял-гонял Играл-играл Нет, не слышу Вот дын-дын слышу Елочку не слышу А вот спустя там какие-то годы Вы с этим музыкантом встречались? Ну периодически встречаемся И что он сейчас на этот раз Все так же? Все так же Просто потом Получилось У меня У меня раза три, наверное, приезжали домой Телевидение снимать Всем интересным То есть на разных программах Все это показать И как-то раз приехали У нас как раз 9 мая Праздник Они вот все Мы едем Приехали Значит Оператор и корреспондент Тоже два парня И все И там вопрос И я начинаю Как вот вы пришли Я начинаю говорить Что вы имени не называете Фамилию не называете Говорю Вот есть приятель Вот так и так Оператор А его так зовут Я говорю Да А фамилия такая Я говорю Да Вы откуда его знаете Я с ним сталкивался А товарищ Ну как бы Он пенсионер Тоже военный уже И подрабатывает В детском доме Там Значит Директором летнего лагеря Я говорит У него подрабатывал Как бы Знаю Он был директором А я там Звукооператором То есть Ну на радио Там включить Там чего Выключить И обычно Раньше шкаф Пионерлагер Горнисты были Горн Ребята Ну детдомовские То есть Нету Я говорит Подхожу Говорит Вы же На клавишах Играет на клавишах Ну по нотам Да Говорит Вы мне набейте Вот эти Ну Звуки горнов Там разные Побудка Там Построение Там Еще что-то А я говорит Просто буду Периодически Там флешечку Вставлять Там Прибор Все И будет звучать Он говорит Целый день Небивал Так и не набил И я Говорит Понял Что у него Слуха Нет Человек Играет По нотам Пожалуйста Второй Мацюр А без нот Нет И все То есть Отличный раз Доказывает Что у холмуса Все-таки Импровизация Хорошая Импровизация Ну Вы знаете Есть музыканты Которые играют На слух Ну Тот же Дидюля Допустим Насколько я знаю Читал У него нет Музыкального образования Он нот Ведь нот Не знает Но играет же То есть Зависит от слуха Музыкальный слух Он либо дан С рождения Либо нет Приобрести его Невозможно Возьмите Норвегия Они же там В традиции По нотам Тринька Они тоже Насколько Он монет Помнишь Мы были На каком-то Фестивале Приезжал Норвежский Исполнитель Он там тоже По цифрам Он распредел Целая система Цифра Упрощение Просто Вот эта Система Она на самом деле Идет еще От Вольфа Янша Ее пропагандировал Владимир Марков Царство Небесное Это просто Как бы Для Для Понимания То есть Это не редукция Как вот В классическом Таком В классическом Музыкальной системе Это скорее просто Если кто не понимает Через что-то знакомое Более-менее знакомое Как рифы на гитаре Да Тоже Там тоже цифра Используется Так же и здесь То есть А так-то Сам принцип Тебеатоновый звукоряд Он во всей своей полноте Да В органе Он реализован И уходит дальше За пределы Человеческого слуха И наша задача Как бы Как эридоса Это вот Воплотить И раскрыть В этой самой игре И в этом заключается И импровизация И построение Каких-то Может быть Авторских композиций То есть Здесь Как бы Все Какая творческая задача Старит Тоже Имеет значение Мне кажется Да Полный согласен А ну вот Работали Вы же тоже Наверное На всяких выставках Как он Говорили Там На ярмарках Наверное Обращали внимание Что люди Очень по-разному Реагируют На звучание В органы Кого-то Отражает Откровенно Кому-то Кому-то Нравится Вот Как думаете С чем Это может быть Связано Что Кому-то Нравится А кто-то Не приемлет Совсем Ну я думаю Просто Ну Может Все равно Человек Излучение Какие-то Выдает То есть На определенных Частицах То есть Просто Кто-то Не воспринимает Этот звук Он его Раздражает Есть такие С чем Это может быть Связано Ну не знаю Тут Я даже Не ведусь Я просто Знаю Что у меня Был случай Я в один Из магазинов Как бы Принес Сдавал Значит На реализацию И Когда я их Опробовал Показывал Что они все Звучат Рядом Женщина Стояла И как раз Она там Алтайские Хомутики Лежали Она Пыталась Что-то Выбрать И когда я Начал Озвучивать Свои Она постояла Говорит И такой Ого У меня Голова Прошла То Говорит Болела Целый день А сейчас Раз и Прошла А что Говорит За инструменты Такие Как бы То есть По-разному Есть А могут И побить Могут Ну хотя У меня таких Не встречалось К вам И такие Не обращаются Даже Я вот на работе Когда Разучивал Учился Значит Все это Озвучивать Ну и стою Так Наигрываю Идут Мимо Два таких Слегка Выпивших Человека В рабочей форме Уже почти прошли Потом раз Тормознули Сстановились Слушали Слушали А я так На них Граем глаза Смотрю Интересно Реакцию Я Закончил Хомус Хорошо Разучит И дальше Пошли Слушал Такую версию Не помню где Что Якобы Звук хомуса Выдергивает Человек Из его Привычного Кокона Какого-то И Все воспринимают Это по-разному Процесс Кому-то Это Категорически Неприятие Кому-то Что-то Новенькое Вот Такая версия Интересная Пожалуйста Вы Кстати Этой Теме Вообще Как Человек По-разному Приколь По органу Тоже Куда он Движется С органом Я этому Свою диссертацию Магистровскую Посвятил То есть Я так Диссертацию Пожалуйста Скиньте Когда будет готово Да Где-то Где-то А Где-то Готово Вот Тогда Скину Обязательно Кстати Вот К вопросу О хомостерапии Александр Знакомы ли вы С такими врачами Супруги Матвея и Лена Алексеева Ну Есть Они у меня Ватсапе Переписывались С ними Потому что Напрямую Не знаком Они во Вконтакте Есть Тоже Просто Моя научная Роководительница С ними Работает Юлия Сергея Нарчинникова Помогает Тоже Писать статьи Вот Она кстати С Котелаевыми Тоже Очень плодотворно Сотрудничала С Германом Котелаевым Так что Прорекламируй Что называется Я с ними Напрямую Не знаком Поэтому Ничего Не могу Сказать Знаю Что они Не писали И как бы Планируют Заказать Вот И Попросили Ну Чтоб я им звук Прислал Хамусов Но я им прислал По ватсапу Вот этого И вот Второе у меня лежит Мотифа Фа диез Тоже На 432 Подниже И я им прислал Причем Наиграл мелодии Одну наиграл Из-за острова Настрежень А вторую Руссконародную Вдоль по улице Метелеца И они Пишут Потом Да Говорят У вас И слуга Мы Говорят Слушали 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 Как вы Это Делаете Ну Планируем Планируем У вас Заказать Инструмент Может Когда-нибудь Сделать Если Напишут А вообще Есть Какие-нибудь На будущее Задумки Как-то Поэкспериментировать С конструкцией Может быть Или С язычком Или Еще Что-то Конструкцией Не знаю Или Просто Классика Нравится Насчет Экспериментов Не знаю Потому что Вот Сделать Такую Деку То есть Полукругом Достаточно Трудоемко Это Вот На один Инструмент Уходит От 7 до 10 дней Примерно То есть На эксперименты Времени Да На эксперименты Просто Иногда Думаешь Может Чего-нибудь Изобрести Сидишь Думаешь А потом Раз Заказы Перечитаешь Думаешь Не Надо Делать Ну Все А из Якутии Заказывают Из Якутии Ну Пока Николай Спиридонович Был Он У меня Постоянно Брал И там Их Распространял А так Нет Не заказывал Я так понимаю Они Как бы Меня тоже В изгое Отодвинули Немножко У них Просто Своих Мастеров Ну У них Своих Мастеров Там У них Вот С фестиваля Тоже Каталог Мастеров Есть Я там Считал Там Больше Семидесяти Или около Девяносто Что-то Мастеров Было Это Только Те Которые Вошли В каталог Да Так Еще Там Смотришь Полно Исходя Из того Что У вас Достаточно Много Инструментов Вопрос Такой Если У вас Что Называется Любимчик Потому Что Я знаю Что Любой Мастер Выполняя Работа Вкладывает Туда Кусочек Своего Сердца Определенную Энергетику Мы Все Люди И Поэтому Когда Выполняем Работу Мы Находимся В разном Что Называется Энергетическом Состоянии Бывает Такой Что Инструмент Имеет Свой Характер Легкий Тяжелый В зависимости От того Что С каким Настроением Вы Его Делали И Я Обратно Вернусь К Своему Вопросу Есть Любимчик На котором Вы Постоянно Сами И И Которого Никогда Не Продадите Ну Вот У У меня В руках Он Есть Да Я Донял И Вот Второй То Это Не А Что Касается Характера Инструмент Или Это Нет Просто Нота Это И Все Просто Нота То Есть Эти Ноты Я Могу Совмещать Со Своим Голосом То Можно Голосом Завести Хамус Когда Начинаешь Даже Не Горловым Пением Просто Начать Тянуть Какую То Ноту И Хамус Начинает Отзываться То Даже Не Резонировать За Чет Дыхание Которые Нет Просто Как Вы Петь Начинаете И Хамус Начинает Резонировать На Звук Будущего Сужена На Зубах Или Просто Нет На Зубах Вы Вкладываете Начинаете Даже Не Дергая Язычок Начинаете Просто Напевать Что Тянуть Ноту И Он Отзывается И Он Начинает Дрожать То Вы Чувствуете Что Он Уже Зазвучал Остается Только Добавить Удар Языки Разговаривает У меня Такой Еще Дома Остался В ноте Ре Тот Полностью Практически Под голос Потому что Я Когда Для себя Напеваю Это До Тот Полностью Я Для себя Пою Я Примерно Так Определял Я В Тональности Ре Для меня Это Самая Близкая Тональность Ну Так Еще До Ди Е Сможет Подойти До Уже С Потому что На нем Очень легко Как Наверх Пойти Так И Опуститься Вниз По нотам Погулять А приходилось Вам участвовать В каких фестивалях В органной музыке В органной музыке Нет Я Участвовал В 11 Году Но я Принимал Участие Как Мастер Разготовитель Мне Конечно Там Предлагали Типа Виртуоза Будете Участвовать Но там Как бы Надо было На участие В определенном Моменте Нужно было Сдавать Денежку У меня Было На мастера Я сдал На Виртуоза Просто денег На тот момент Уже не было Ну и Плюс Там Критерии Были Костюм Национальный То есть Приветствовался Не просто Так вышел В чем попало Побренчало Ушел Я так Приехал Костюма Нет Ну что Куда Несоваться А потом Когда посмотрел На Как Происходит Судействие Я подумал Нет Там Мне делать Нечего Ничего Ничего Несовет А какой Был фестиваль В сентябре На воздухе Когда Приезжали Смотреть Здесь Волшебное Дыхание Волшебное Дыхание Николаев В трениках Вышел Как Дал Там Все Сидели Такие Ноздольчики Такие Я сидел Такой Замешенный Ирваных Причем Которые Порвались Случай А там Да Стоя Как На этом Деле Не зацикливался Ну Нету Мир Ну И что От этого Хуже Играть Стал Для себя Не А вообще На Дальнем Востоке Насколько там Варган Сейчас Радует Слабых Слабых А есть Ребята Которые Как популяризацией Занимаются Нет Есть Которые Сами Для себя Играют Там Пытаются Чисто Все Подъездят Какие фестивали Там Допустим Это Большая Редкость Им Варганов Варганов Вообще В фестивале То есть Если только В Якутии У нас По краю В Водевостоке Тоже Хотя Знаю Что Есть Там Любители Пишут Мне Заказы Делают Такого Чтобы Собраться Такого Подложная Подложная Она Она У меня Не Заказывала Она У меня В 11 Году Купила Я Тогда Не знал Что Она Подложная Подошли Две Девочки Ну Якутки Якутки Была Алена Подложная У нее Мой Инструмент Есть Случайно Узнал На Видео Увидел Она Играет Где-то На Вашем Устром Да В Бурятии Или Где-то Что-то Было Такое Где-то На Урале Какой-то Фестиваль И вот Там Три Видео Подряд Она Мастер-класс Давала И вот На одном Из Видео Не понял Дай-ка Увеличу На чем Она Играет Смотрю Точно Ну И потом Как-то Интервью Было Николай Интервью Брал Она Там Любимые Инструменты Один из них Я так понимаю Ваш инструмент И находится В знаменитом Якутском Музее Есть Есть Там Сейчас скажу Что там И штук Наверное До того Как То что Сдаешь На конскрессе Мастеров Там Три инструмента Предоставляешь Но Тебе Сразу Как бы Назад Тебе Не вернут Они Уходят В фонд Музею Вот И до этого Там уже Была Черепаха И Николай Спиридонович У меня Еще так При приезде Александр Ну Можно я Вот еще Отберу Там Для музея Выбирайте Что ты скажешь Пожалуйста Это своего рода Тоже зал славы Штук Наверное Шесть или восемь Так получается Инструментов Мои Ну И Сейчас Еще Вот Я С Александром Рудых Это Они У нас Хабаровские Тоже Там Давно Уже Тоже Какая-то Выставка Не Выставка То есть Ярмарка Была Я Пришел С ними Пообщаться Мне Густар Уваров Значит Александр Там Приедут Подойди Пообщайся Ну Все Пошел Ну И С Александром Что-то Разговорились Я говорю Давай Поменяемся Я тебе Свой Ты мне Свой Давай Так Беспроблемно Ну У меня Был Собрат Вот Инструментов Только Пониже Внутеля И Здесь Был Вырезан Герб Якутии Внутри То есть Там Садник На коне Такая Лошадь У нее Хвост Похож На ногу Почему-то Пятиногий Конь И Я герб Сделал Все Это И По краю Как положено То есть Надпись Там Сахар Якутия Республика Все Это Ну Ему Отдаю И Он Говорит Там У него Там Штуки Три Было Выбирай Тоже Любой Ну Я там Один Выбрал Все Поменялись А недавно Мне пишет Слушай Александр А твои Инструменты В музее Есть А можно Его Твой Тоже В музей Передам Я говорю Слушай Ну Как бы Твое Делай Что Хочешь Поэтому Не знаю Может Передал Может Нет Но Тройников У меня Пока Не было Там Все Одинарные Музеи Тройников Но Если Передаст Будет Еще Тройник Можно Ли Считать Это Основным Видом Деятельности Как Изготовление Хомосов Или Вы Все Так Ж Работаете Нет Я И Клиентов Много Не особо Я бы не сказал Что Чересчур Больше Было Как Больше В связи С пандемией То есть Клиентура Немножко Упала Хотя Сейчас Как Раз Горло Лечить Да Особенно Это У Мастеров Есть Целая Запись Чуть Не На Полгода На Год У 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 Три А вы Играете Быстрые Мелодии Или Больше Такими Ну Смотря Какие Быстрые То есть Я Все Оно Играю Только Якутским Боем Я К К Нему Привык Я Другими Не Работаю Я Допустим При Обучении Могу Показать Как Это Делается Но Сам Не Работаю У У У У Были Как Нашли Меня Китайцы Через Наших Нанайцев Тебе Дали Телефон Поехали Из Китая С Переводчиком Все Там Человек Шесть И Позвонили Ну Естественно Там Китайцы По-русски Понятно Мы Хотим С вами Встретиться Встретились Летом На площади Значит Покажите Нам Я Показал Сыграл Значит Несколько мелодий Подмосковные Вечера Им Очень Понравились И Они Вы Нам Сделайте Мы Хотим Заказ Сделать Вот 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 Это Вот Это Ну Хорошо Ну Как Была У У У У Позвоню И Он Мне Оставил Телефон И Я Прям Звоню Прям Китай А они Получается Провинция Они Побратимы Города Хабаровска Ну Что-то Такое И у них Кажа провинция Ну В принципе Как у Нас То есть Свои Значит Администрации Свои Министерства Вот Он Из Министерства Культуры Оказался Я Не Знал Тогда Звоню Когда Сделал Надо же Позвонить Я Раз Набираю Номер Китай Там Какая-то Женщина По-китайски Что-то Я По-русски Пытаюсь Объяснить Что Нужен Такой-то Леша Там Ну Не могу Ничего Естественно Делал Отбой Наверное Через Там Пару-тройку Минут Оттуда Звонок Мне И Уже Какая-то Девушка Уже По-русски Переводчик Спрашивает Что Вы Хотели Мне Нужен Такой-то Такой-то А Зачем Вот Он Заказывал Инструменты Они Готовы Мы Передадим И Буквально Через Неделю Он Приезжает Хабаровск Забирает И Делает Еще Заказ Я Так Понял Для Министерства Делал Заказы Ну И Все Я Раза Три Заказывал Причем Заказывал По 6 По 9 Штук А потом Как-то Марк Месяц Звонок Александр Михайлович Здравствуйте Это Леша Мы Хотим С Вами Встретиться Я В гостинице Такой-то Проезжаю Значит Там Переводчик Две Девочки Ну Лет 19-20 Ну Я так понял С музыкальным Образованием С хорошим Дедушка Один Какой-то Такой Непонятный И Два Таких Молодых Достаточно Представительных Дядечки Один С Министерства Культуры Второй КГБшник Я потом Леша Говорю Когда Они ушли Я говорю Это КГБшник Он А как ты Догадался Я сам Бывший Поэтому Вычисляю Вот Что Требовалось Мы Хотим Чтоб Вы Вот Этих Троих Научили Играть Как Вы Алексей Ну Хотя Бо Месяца Два Три Надо Я когда Тренировался Четыре Шесть Часов Ежедневно Отдавал Он Говорит Не Не У нас Два Дня Всего Ребята Вы Шутите Что Ли Вот Мы Платим Вы Хоть Сутками Снили Я Я Не Могу Я Могу Четыре Часа Вам Посвятить Первый День И Четыре Во Второй Хорошо Давайте Так Ну И Все Я Короче Первый День Значит Спросил Что Не Умеют Они Ну Нахомуч Они Звуки Уже Издавали Все Это Как Бы Уверенно Им Требовалось Эту Мелодическую Составляющую Поставить С этим Все Просто Если Умеете Свистеть Художественный Свист Мелодии Вы Свистываете Научиться Легко В той Технике Что Я Работаю Все Построено На счет Когда Вы Свистите Обратите Внимание Как У вас Работают Внутренние Мышцы Щоп Как Они Напрягаются Как Они Расширяются То есть Вот Это Все Дает Тональности Плюс Работа Языка То есть Движение Легко Совершенно Обладеть Особенно Если Удар Поставлен Все Это Ну И я Девочек Значит В первый День Им Дал Значит Гамму Они У меня Я Так Понял Что Когда Я Уходил Они Может До Утро И Заставляли Там У них С этим Делом Начальство Строгое Но На второй День Я Пришел Когда Они Гаммы Туда Сюда Гоняли Сверх Вниз Причем Как Минимум В трех Октавах Пытались Все Это Сделать То есть Язык В передней Части Здесь В середине И Там В гортани То есть Это Все Нужно И На второй День Я Просто Они У меня Выучили Чижика Пышика Ну Самая Легкая Мелодия Дедушку Так и не научил Потому что Интересно Я смотрю У него руки Постоянно дрожат Хамус По зубам Щелкает Я такой Леша Тихонь Говорю А Че С дедушкой Он Говорит А Это Дедушка Нанаяц В Китае Живет Он Говорит Он Много Пил Сейчас Конечно Уже Не пьет Но Вот Это У него Так Я Говорю Не Смогу Ну Ничего Страшного Дедушка Так Ты мне Девочек Главное Научи Играть Все Ну И все На второй День Человечеца Прозанимался Они Ну Как бы Экзамен Такой Легкий Сдали Мне То есть Мелодию Они Отыграли Пришел Дядька С Министерства Пришел ГБ Послушали Молодец Хорошо И Потом С Министерства Типа Ну А Мелодии Там Какие То Можете Показать Я Просто Говорю У вас Есть Любимая Песня Ну Через Переводчика Ну Может Там Колыбельная Мама В детстве Напевала Да Говорит Есть Говорю Можете Напеть И Начинает Так Подумал Подумал Начинает Петь Ну На Китайском Все Это Мне Главное Было Мелодию Поймать И Я Так Раз Начинаю Мелодию Подыгрывать Потихоньку И Он Стоит У Глаза Глаза Такие Становятся Как у русского Такие Округляется Он Так Улыбается Он Спел Песню Я Показывает Два пальца Все Классно Похлопал Все Хорошо То есть Девочек Обучил Так что Такие Вот Были Забавные Курьезные Случаи Давайте Что-нибудь Сыграть А Что Сыграть На Ваш Мурку Да Хоть Так Ну Иногда У меня Бывает Получается Такое С ближневосточным Таким Макеон Что-то Прекрасно Сейчас Попробую Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вы играете и можете еще и импровизировать да можно пожалуйста вот это вот просто восточных мотивов же много здесь какая-то смесь получается иногда бывает сидишь как бы каша большая из мелодии в голове что-то из одного немножко получилось утра что-то другую подключилась еще кусок добавил еще еще в итоге он душу что-то интересное получилось не понять что но все что-то немножко знакомы с разного по кусочку ну как что-то такое вот отдельно совершенно бывают такие моменты вы рассказали с близне-восточным мотивом сейчас играли и мне вспомнилось вспомнилось как играют на иранском ней такая раздавительность открытой флейты вот она как курай то есть способ звукоизвлечения как на курай и там разделяется тоже принципы игры в нижней октаве да в первой и верхнего как вы переходили да между октавами то вверх то вниз вот принцип похожий импровизационное начало содержащие такое бывает такое что делаете делать орган вот и вот настолько он удачный что продавать не хочется бывает бывает вот так они появились так они появились да то есть вот этот ноте фа диез и 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 Продолжение следует... 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 Возьмите коробок спичек, поставьте на то расстояние, где у вас будет язычок. И по коробочку поскользите. На себя, потом от себя, потом переменным боем. Вот когда у вас будет идти без заминки вот этот бой, можете смело ставить варган, у вас рука будет двигаться легко. Плюс, естественно, исключить работу локтя. Я делал просто. Я первые свои варганы делал в деревянных футлярах. Вот просто футляр сюда зажал. И держишь его, чтобы он не выпал. Работает только кисть. Если футляр выпал, значит вы отработали локтем. Опять ставите футлярчик, можно зажать, вот нет футляра, спичный коробок тот же поможет. Прижали его и отрабатываете кисточкой. Все. И удар будет очень легкий. По-другому нельзя. Тяжелый удар, ну был у меня случай, причем вот по прошлому году, наверное, заказал человек инструмент, тройник. Не прошло месяц, он его ломает. Ну думаю, мой косяк может. Ну что, бывает. Присылайте, я ему меняю. Все. Но дело в том, что если на одинарнике можно язычок менять сколь угодно раз, не имеет значения. На тройнике одна замена только. Вот я сделал, еще одну замену делаю, а потом нужно полностью все менять. Потому что на тройнике он заклепывается, то есть ласточный хвост, нагортовывается металл. И чтобы вытащить тройник, нужно этот металл срезать. И получается, что паз нужно расширить, чтобы потом еще было чем гортовать. Паз расширяется. Уже еще одно расширение, уже просто некуда его делать. Я ему пишу, значит, что если еще раз сломаете, то придется менять корпус. При этом он попросил, сделайте мне повыше тональность. Я ему делаю повыше. Недели не прошло, он вот сломал. И при этом мне присылает ссылку на статью одного человека. И где в этой статье расписывается, кто виноват и что делает. И сколько я с ним не спорил, говорю, вы мне видео пришлите, как вы играете. Ну, в конечном итоге я все-таки согласился, присылает видео. На видео четко видно. Я такую работу называю «Песня дятла». То есть рука от локтя и вот так вот. Я говорю, ну это ваша вина, это вы сломали. Язычок на это не рассчитан. Потому что тот инструмент, который у него был, там толщина язычка была, но он 3 десятых. То есть достаточно тонкий. Я говорю, а сталь я использую в основном наши советские ножовки. Это была дружба двойная. Ножовки эти делают из 65-й стали. 65-й ГИ это рессорно-пруживная сталь. То есть идет на рессоры автомобиля. Вот представьте, вам купили автомобиль, на него положено, допустим, тонну грузить. Вот вы тонну возите, сколько угодно долго грузите. Ну, мы решили, почему вы грузите 2 тонны, там 3 тонны. И рессора у вас ломается. Кто виноват? А в этой статье четко расписано, что виноват производитель, который изготовил некачественный металл. А в конечный итог, виноват мастер, который этот металл выбрал и поставил вам на язычок. Поэтому вы можете требовать бесплатной замены у мастера по гарантии. Я гарантийный инструмент никогда не даю. Некоторые там пожизненно даю. Но это личное дело любого мастера. Я не гарантирую. Нет гарантии. У меня гарантия, вот два моих инструмента, на которых я играю, которые не ломаются. Если вы сломали, это ваша вина. Значит, вы сделали что-то неправильное. Особенно если вот от себя бить усиленно. Потому что он же преимущественно, ну вот у меня здесь другой, ну вот на этом допустим, он же заклепан сверху преимущественно. Его вырывают, его пытаются вырвать. То есть, если клепают снизу, тогда если снизу заклепан, то, конечно, лучше работать от себя. Ну, если двухсторонний бой плавно работать, почему можно, ну, если не бить, а именно... Дело в том, что вот, ну, у меня вот двухсторонний бой, у меня получается гитарный бой, то есть, ты-дын-ты-дын, ты-дын, 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 как паровозик, да? То есть, удар легкий, небольшой, то есть, амплитуда большая не нужна. Но главное толкнуть язычок. Вот это против вот этих вот, ну, как вы говорили. Это все, да? Я раз видел у нас у одного дедушки на Найского, варганчик Поткина был, и что-то так разговаривали, я говорю, на чем играете он, показывает, он встает. У него язычок вот так вот заглублен, на сантиметр от дыки, туда кверху, я говорю, я не понял, а как это у вас так? А я, говорит, вот так играю. Ну, в итоге я ему сделал инструмент, я говорю, вот на тебе инструмент, хороший, все, ну, так не играйте. Показал ему, он посмотрел, попробовал, ну, да, хорошо. Через какое-то время встречаемся, а у него супруга такие интересные старички, она мне бабушка. Э, мой, говорит, потерял ваш варган, где-то там в лесу на веточку повесил и забыл, где. Сделать ему еще, ну, еще сделал. Мы уже давно не виделись. Интересный. Был как-то тоже фестиваль, живая не примен, где. Сейчас, в последнее время, с пандемией его перестали проводить, но, наверное, три раза я участвовал в нем. И вот где-то на второй раз участие, я, значит, ну, там каждому стенд выделяют, но мне, у меня там шесть, там, пять-шесть варганов на продажу, если выставить. Мне один, на одного человека стенд, ну, как бы, нерезонно. Место мало занимает. Поэтому я всегда, кому видит, присоседюсь. И обычно там у нас Ольга Александровна Бильды, жена Кала Бильды, вот известного. Я с ней познакомился, ну, давно уже тоже на Исехе. И я к ней раз говорю, Александр, ну, давай тебя с вами. Ну, давай, 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 давай. То есть где-то отойти можно, одному, второму, то есть. Она занимается живописью, национальных своих традициях, то есть интереса достаточно, картины у нее. И в тот раз она приходит, говорит, Александр, там, говорит, нанайский мальчик типа варган сделал. Посмотрите, скажите, я, значит, пошел на стенд, вот, прихожу, смотрю, лежит, спрашиваю, и стоят двое. Я говорю, кто сделал? А, говорит, наш сын, говорит, он сейчас, ну, убежал куда-то, подойдет. Я говорю, можно попробовать? Начинаю пробовать, ну, никакой. Я говорю, сын подойдет? И вот я говорю, на том стенде, пусть ко мне подойдет. Вот я ему полтора часа рисовал, объяснял, показывал, рассказывал, что нужно сделать, чтобы он зазвучал. До сих пор, вот уже потом мне посторонние люди говорили, он начал делать, но ему стали все это возвращать. То есть они не рабочие. Народ стал ему возвращать инструменты и требовать назад деньги. И в последний раз я с ним как-то виделся, у нас там есть центр на Найске, Кнуток. И туда приходил, тоже там какое-то, значит, было, собирали, что там, поиграть где-то, значит, такое организационное собрание. Ну, я прихожу пораньше обычно, не люблю опаздывать. Ну, и сижу в вестибюле и играю, значит, смотрю, заходит он, садится, сидел, слушал, слушал, как звучит, как звучит. А у меня, говорит, не звучит вот почему-то. Я не стал уже с ним как бы разговаривать, потому что я понимаю, я тебе объяснял, показывал. Ну, и вот, готовься в двух словах, два рисунка, все, я понял, что нужно сделать, попробовал, получилось. Человеку объяснял, так и не научился делать. У них нет пастеров. Александр, такой вопрос. Материал рамы, на ваш взгляд, имеет какое-то принципиальное значение? Нет, сразу говорю, нет. То есть, можно хоть там из алюминия, условно говоря, сделать и в обальных каких-то ненужных. Ну, из алюминия, наверное, все-таки звук будет не тот. Но, в принципе, если вы делаете из железа, то не имеет значения, какой вы возьмете. Гвоздь возьмете, двухсотку там, или еще что-то там, проволоку. Это я сразу, это мой вопрос был к Иннокентию Никитичу Готовцеву. А если по латунь, например? Я делал из латуни, хорошо звучат, если правильно сделан. Неплохо звучат. Было у меня несколько таких инструментов. Но я из листовой латунь делал. А сегодня можно будет попробовать на ваших инструментах? На этих? Пожалуйста. Мы тогда сделаем первый, чуть-чуть попробуем. Ради бога.